Как? Где это я? Я... Я ничего... не чувствую. Где моя... Эй! Пусти! Подставка. Подставка... Подставка. Поставка. Чтобы не перестали. Снега. Поставка. Посол. Врат. Как? Ух ты, после такого падения Не получится чувствовать себя на все сто И тем не менее, как-то так и выходит Думай, Слэйт, думай Какое у тебя задание, солдат Так, без паники Прыжки по измерениям запросто сожгут половину мозга Вот это да Ничего себе вид Красотища А это что? Ого Кому-то приходится нелегко Мне надо туда А ты что, знаешь дорогу? Тогда я за тобой, Кроха Ничего себе инопланетные технологии Надеюсь, этот корабль не перебил мой отряд Где моя снаряда? Я вообще на службе или где? Господи, как башка трещит Местные, кажется Они вроде бы не слишком пострадали Надеюсь, они смогут Не лапта Эй, полегче Я тут это, вроде с миром пришел Да? Ты? Ты говоришь на Агакамоне? Меня учили говорить на 14 языках Но я не слышала... Ну да, конечно, я говорю на Агакамоне Снимай рубашку Что-что? Покажи мне амулет за Крима Слушай, ты меня с кем-то путаешь Я пришел из другого измерения и... Как бы это сказать попроще Ты человек? Да, точно И у тебя передо мной преимущество Потому что я не знаю, кто ты У Лукаю должно быть известно все о таланах А ты кто такой? Я Слейт Командор Катер Слейт Назад, пальцатое чудище Или, клянусь, я отрежу твою уродливую конечность Ладно, никаких рукопожатий Я уже чисто так, по-дружески Слушай, слово, что я от тебя услышал Так и крутится у меня в голове Пальцатое чудище Нет, другое У Лукай Кажется, мы не зря встретились Пророчество гласит, что Человек-Спаситель вернет амулет за Крима Ты явно ничего об этом не знаешь У меня память заглючила Что произошло с кораблем, который я видел? Захватчики поработили таланов и угрожают земле моих предков Если У Лукай нам не поможет, Адельфа обречена Так мы на Адельфе, значит? Впечатляюще И название очень знакомое Я Лехас, глава стражей Долотаев Захватчики похитили одну из моих боевых подруг Если Йода на твоей стороне, ты ее спасешь И тем самым докажешь, что ты у Лукай Не могу вспомнить, какое у меня задание И ладно Веди Лехас Не будем терять время Мои Долотаи отследили вражеский корабль Захватчики отвезли пленницу на аванпост, который перед нами Да направит Йода твой кулак, человек Этот кулак? Что, даже копье мне не одолжишь? Я не стану влиять на процесс У меня нет слов Пожалуйста, скажи, что эти захватчики будут швырять в меня кокосами Сгустки пламени, летящие со скоростью молнии Это и есть твои кокосы? Ах, не совсем Ну что ж, поищем этого Стража Долотая Говорят, разминка полезна для мозгов Это еще что? Никогда такого не видел Техника грозная Надо себя поберечь Эти роботы огребли по заслугам Возможно, тут поработал страж Долотай Тут нет никого живого Интересно, как выглядят эти захватчики Один размер на всех Приказано прыгать, да? А как высоко? Надо идти дальше Она должна быть где-то тут Еще одно из этих строений Надо заглянуть внутрь Теперь береги Приказано Рюху обалдеть и что теперь надо придумать как открыть эту дверь я такого продвинутого снаряжения не видел ну давайте постреляйте в меня теперь похоже это терминал защитное устройство на него реагирует умница слэйт но вот подружка лиха с меня беспокоит надо скорее ее найти и и Продолжение следует... Что за... Продолжение следует... Это что было? Альфа-32, на термосете взрыв. Доложите обстановку. О, нет. Нет, 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 нет. Да нет же! Альфа-32, ответьте! Командор, на вас напали? Ответьте! Люди. Захватчики, люди. И поди теперь объясни, это ли Хас. Думаю, тебе эта штука теперь без надобности. Проверим, работает ли сканер. Лазерное зрение. Это же супер! Ну что, мадам компьютер, посмотрим, что будет, если потыкать эти клавиши. Откуда взялся этот робот? Ого, теперь все по-настоящему. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-то у меня дурное предчувствие. Надеюсь, я не опоздал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дамочка, я ж почти справился. Зачем было жертвовать собой? АВФ. Это же наши. У меня странное ощущение, что я играю не за ту команду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Армия теперь использует дроидов? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С ними не поговоришь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видишь эту здоровенную фигню? Да? Как ее отключить? А? Чертов дикарь! Отвечай! Маляная йона! Говори, сука, говори по-человечески. Еще раз! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто-то еб вагомаре! Если вас нельзя научить английскому, какая от вас польза? Сэр, опять диверсия. Что? Где? Район 54. С ним утрачена связь. Отправьте ремонтников срочно. И камеры поставьте на всех объектах. Газа! Моя лапта! Моя хэна юзан! И хрюканье мне, как ногтями по стеклу. Они явно что-то скрывают. Выясни, что именно. И притащи другого пленника. Эй, кто все эти люди? Что они делают у меня в голове? Погоди. Мне это место когда-то снилось. Так что? Это был не сон? Папа? Папа, это ты? Что? Я стал отцом? Папа? Ты где? Прямо тут? Не двигайся с места. Я тебя найду. Где я, черт возьми? Это не честно. Я не могу остаться и без папы, и без мамы. Ты же знаешь, мне не нравится, когда ты зовешь его папой. Слейд отправляется на задание, чтобы защищать маму и ее друзей. Тогда я тоже пойду. Это слишком опасно, детка. Не волнуйся, я скоро вернусь. Обещаю. Папа то же самое обещал. Камила! То есть, Камандер Слейд. Извини, мам. Перестань. Я тебя люблю. И он так говорил. Камила. Моя дочурка меня дома ждет. Я не могу тут задерживаться. Я ей нужен. Что-то явно пошло не по плану. Лехас? Лехас! Ты? Разве ты не обратился во время взрыва? Я вернулся, но не спрашивай, как. Боюсь, твоей подружке повезло чуть меньше. Она прикончила уйму захватчиков, прежде чем я до нее добрался. Восславим ее героизм. Благословенно будь ее сущность. И будь благословен, Улукай. Испытание пройдено. Теперь мы точно знаем, что тебя защищают йоды. К чему эта остановка? Мне нужен портал в мое измерение. У меня там дочь, и... У меня тоже есть дочь, и я не хочу, чтобы она страдала. Йоды избрали тебя, чтобы справиться с чудовищами, которые угнетают таланов. Послушай, я хочу кое-что рассказать тебе про чудовищ, с которыми вы бьетесь. Я все про них знаю. Они хуже ни каарской чумы. Мы должны их всех уничтожить. Слышь, давай без эксцессов. Среди них тоже есть хорошие люди. Никто из них не достоин пощады, после всего, что они с нами сделали. Но прости мой гнев, Улукай. Ты хотел мне что-то сказать? Э-э-э, опять провалы в памяти. Да, домой. Как вернуться в мое измерение? Только Аль-Маель может ответить на этот вопрос. Но Кизаар – запретный остров. Значит, мне туда. Где он? Остров закрыт мощным хелидиевым щитом. Мы называем его копьем. Никто не может пройти сквозь него. Такова воля йодов. Не захотели йоды облегчать мне задачу? Возможно, способ есть. Дети на Кизааре страдают от загадочной болезни. И Аль-Маель призывает шамазов, чтобы их вылечить. Каким боком я похож на этих ваших шамазов? Никаким. Но ты можешь убедить кого-то из них, чтобы тебя представили, Аль-Маель. Только они заставят тебя попотеть за это. А может, ты сама меня представишь? Рука руку моет и все такое. Не буду я тебе ничего мыть, Улукай. И к тому же, стражи Далатайи изгнаны с Кизаара. С чего мне лучше начать? Ближе всего деревня Эмея. Найди там шамаза Немета. Ага. Да, и носи это устройство, чтобы мы с тобой могли общаться. Синхронизация комма. Синхронизация завершена. А же захватчики? Предоставь этих неопознанных чудовищ мне. Нет. Синхронизация. А что же захватчики? Эй, привет. Не мог бы ты мне помочь? Солом. Кой Йосаят? Мэйнехонор? Похоже, что нет. Мэйгита неогаэ. Адрикханекар. Ксахагвардун. Извини, приятель. Ни слова не понимаю. Солейт вызывает Лехас. Как приняли? Ты никого сюда не посылал, Улукай. Я не могла никого принять. Нет, это означает, ты меня слышишь. Говори лучше словами, которые значат то, что значит. Ладно, слушай, у меня серьезная проблема с коммуникацией. Я ни слова не понимаю, что эти таланы говорят. Ты говоришь на Агакамоне, Улукай. Только Шамаза и Стражи Далатай вроде меня учат этот мертвый язык. Обычные таланы говорят на Агазорке. А, теперь понятно. Спасибо, Лехас. Конец связи. А вот и Эмея. Надо найти Шамаза Немета. Шамаза Немета Извини за беспокойство, но мне нужен местный шамас. Ката Гижае, святые йоды, ты прекрасно говоришь на Агакамоне, забытом языке ложного пророчества Казара. Кто ты? Как же я рад, что ты меня понимаешь. Я Катар Слэйт. Может, слышал про Улукая? Улукай? Прости. Это очень дивно. Я много лун не говорил на Агакамоне. Я немед, шамас имею. Приятно познакомиться. Послушай, меня прислал Алихас. Ты должен мне помочь. Не уверен, что смогу, но говори. Я выслушаю. Слушай, я понимаю, это прозвучит дико, но ваши боги, в смысле йоды, отправили меня в это измерение не просто так. И я хочу выяснить, зачем, чтобы скорее вернуться к своей семье. Короче, мне надо поговорить с Эльмаэль. Только шамазов могут приглашать на Кизаар не во время Акостока. А я шамас. Потрясно. Иди собирай корзинку для пикника. Мы выезжаем. Я слышал зов Альмаэль. Дети Кизаара больные, нуждаются в исцелении. Но что может шамас? Путь в Кизаар долог и чреват захватчиками. Быть может, ты и уцелеешь. Но шамас наверняка обратится. Послушай, мы тут можем двух зайцев подстрелить одним выстрелом. Доберемся до этого Кизаара и выясним заодно, что там с детишками. Мы? Копье защищает остров Кизаара от всех посторонних. И Эльмаэль тебя не знает. Извини, Эльмаэль не станет с тобой встречаться. Именно поэтому мне нужно проскользнуть туда незаметно, поговорить с Эльмаэль и выяснить, как мне вернуться домой, к дочурке. Потому что ты прав. Дети – это самое главное. Если бы удалось снова подключить, ты, кажется, называешь их порталами. Так надо, кому они именуются дооки. Тогда попасть из Эльмеев Кизаар будет просто. За три вдоха и выдоха. Но вождь Хазу этого не позволит. Захватчики что-то сделали с дооками, понимаешь? И вождь боится злить их еще сильнее. Ты не хочешь идти против власти, а для меня это дело привычное. Я помогу вам заново включить дооки, если это откроет путь на Кизаар. Поддержать тебя означает пойти против вождя Хазу. Меня могут назвать предателем. Однако дети важнее. И талант, и народ благодарный. Мы ценим героизм. Так что помоги нам с дооками. Я, как это правильно сказать, замолю за тебя слово перед Хазу Эль-Маэль. Я верно сказал? Звучит как-то странно. Как думаешь, захватчиков можно вылечить? Хороший вопрос. Я не вижу в них сущности. Создания без сущности не могут исцеляться через сущность и йодов. И обратиться они тоже не могут. Ты лечить их пытался? Мне бы не хотелось подходить к ним слишком близко. А то еще обратят меня. Даже тех, у кого кровь не течет, можно убить. Поверь, я знаю, что говорю. Твои слова так суровы. Там, откуда ты родом, все говорят столь сурово. Нет, нет, я не хочу этого знать. Я давно не был дом. Расскажи мне про Эль-Маэль. Когда говорят йоды, Эль-Маэль внемлет. Когда говорит Эль-Маэль, Шамазы внемлет. Когда говорим, мы, Шамазы, деревни внемлет. Иногда. А иногда они нас не слушают. И раз за разом проходят одни и те же круги страданий. Что поделаешь? О, про круги страданий я знаю все. А нам точно нужна Даока, чтобы попасть на Кизаар? Тебе, может, и нет. Но мои дряхлые ноги сами куда не дойдут. Верни ядро, которое украли захватчики, и я отведу тебя на Кизаар и представлю Эль-Маэль. Ты можешь меня исцелить? Крепись. Йоды ведут мои руки. Мне пора идти. Да хранят тебе Йоды. Лихас, ответь. Я поговорил с Шамазом Эмеи. Немет? Он готов помочь? Да. При одном условии, что я снова включу их Даоку. Тебе придется найти ее энергоядро, которое украли захватчики. Они хранят его на своей ближайшей базе. Ты там была? Слишком опасно для таланов. Наше оружие не сравнится с их огневой мощью. Я покажу тебе, где она находится. Будет сделано. Спасибо, Лихас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Девушки отдыхают В каком языке я говорю? Йоды перевели весть. Аль-Маэль видит и слышит то, что осталось осмыслить. Чтобы спасти нас от погибели, нам нужно защищаться. Чтобы спасти таланов от погибели, Кизаар должен защищаться. Чтобы спасти таланов от погибели, Кизаар должен размножаться. Ну, так и что? Аль-Маэль, создание чистого света. Чтобы начать спор, нужно двое несогласных. Я вмешиваться не хочу, но послание вы свое получили. Так что с уговором? Спаси нас от погибели. И Йоды вернут тебя в твой родной мир. Один человек против армии? Йоды же не всерьез это, правда? У вас обеих, судя по всему, с чувством юмора туговато. Эй, куда это она? Можно тебя на два слова? Аль-Маэль внемлет. Почему ты думаешь, что послание Йодов говорит о размножении? Аль-Маэль понимает голос Йодов, и они желают, чтобы снова состоялся Акосток. Что такое Акосток? Этот праздник посвящен циклу жизни. Прислушайся. Рождение молчит. Тысячи лун без новой жизни ведут к вымиранию. Заверши круг. Следуй воле Йодов, и станет весть. В каком смысле станет? Чем станет? Вести нельзя доверять, покуда первый дарамон не будет принесен Аль-Маэль. Первый из многих. Что такое дарамон? Дарамон – символ единства таланов. Фестиваль Акосток не может состояться, пока на Адельфе все деревни изолированы. Помоги им. Объедини народ вокруг вождей, и взамен ты получишь их дарамоны. А нельзя ли все же дать Лехас второй шанс? Она просто хочет с тобой поговорить. Аль-Маэль не может выслушать Лехас. Она изгнана. Стражи Далатаи пали под грузом собственных ложных пророчеств, и Йоды забрали их нечистые уроки войны. Послушай, ты не можешь винить ее за то, что сделал ее любимой. И вообще в них были добрые побуждения. Ваши враги не стражи Далатаи, а захватчики. Лехас не вынесла никаких уроков из обращения Яана. Пока она бьет в барабаны войны, Кизаар будет для нее закрыт. Копье защищает род таланов от яростной природы Санкры и от всех голосов раскола. Мы продолжим цикл жизни. Такова воля Йодов. Весть говорит о спасении всех таланов от погибели. Верно. Спасать надо всех, а значит, и Лехас тоже. Так помоги мне ее спасти. Забудь былые обиды. Ну, пожалуйста. Ты не понимаешь. Это невозможно. Альмаель уже полусказала. Напомни мне, кто ты? Альмаель. Питательница жизни и оракул Йода. Чем это место, Кизаар, отличается от всех прочих? Кизаар – священная обитель уже тысячи циклов. Здесь начинается жизнь всякого талана. Здесь последний бастион Милей. Без Кизаара не будет Адельфы. Насчет отголосков. Ты ведь тоже их слышала, да? Как будто Йоды у меня в голове. Йоды не у тебя в голове, человек. Они всюду. Ну, где бы они ни были, они транслируют одно и то же сообщение по кругу. И я его слышу всякий раз, когда... Ты не слышишь весть. Ты и есть весть. Могущественные слова Йодов. Услышать весть – значит понять ее, как и положено истинному у Лукаю. Ясно. Все как Закрим и предсказал. Я у Лукаи. Иначе вы зачем Йоды вернули меня сюда? Нет у Лукая. Пока нет. Мне жаль, что ты сам и Далатай обманулись ложными пророчествами Казара и Закрима. Это ложное толкование путей Йодов. Лишь Альмаель читает волю Йодов. Что? Погоди. Ты не веришь в пророчества, но по-прежнему веришь, что у Лукаи рано или поздно появится? Я тебе вот что скажу. Между строк читать я не умею. Альмаель, я не могу сказать яснее. У Лукаи должен услышать весть и понять ее истинное значение. Ты не понимаешь ее, значит ты не у Лукаи. Может слово Ясно где-то потерялось при переводе, потому что лично мне ничего не ясно. Именно об этом я и говорю. Вообрази на секунду, что я и есть тот герой, которого вы тут ждали. Звучит напышенно, спорить не стану, но все же. Ты весть. Слова Йодов. Их истинное значение оставь Альмаели. При том, что вы с сестренкой не можете сойтись в истолковании четырех слов. Спаси нас от погибели. Тихо. Акосток свершится. Мы избегнем погибели. Альмаель полусказала. Мне пора идти. До срока. Йоды ждут. Мы можем поговорить? Альмаель видит тебя. Я думал, копье и так защищает остров. А ты считаешь, что Йоды хотят защитить его получше? И как именно? Ты должен понять, что это может быть лишь полу. Полусказано. Я понял. Ты не хочешь посвящать свою сестренку в подробности. Я ничего и не скажу. Ты, главное, со мной поделись. Этот остров стоит на самом большом источнике Белого Хелидия на всей Адельфе. Альмаель использует его энергию, чтобы питать копье. Но она быстро иссякает и надолго ее не хватит. Если Далатайи хотят помочь, пусть доставят на остров больше Белого Хелидия. Понял. Я поговорю с Лихас. Если это позволит стражам вернуться на остров, она сделает абсолютно все. Стражи Далатайи изгнанны. Их беззаконный орден направил нас к погибели. Им запрещено входить в Кизаар. Послушай, если бы не Лихас, я бы не смог сюда попасть и с тобой поговорить. Послание Йодов пропало бы навсегда. Так что завязывай вредничать. Она просто хочет увидеть свою дочь. У Ишаны Лихас сущность Фе, как у ее бывшего возлюбленного Яана. По его вине обратились стражи Далатайи из-за его глупой агрессивности. Что такого глупого в том, чтобы пожертвовать собой, защищая остальных? Уж ты-то должна оценить, когда тебя защищают. Советую послушать Лихас, потому что именно так пришельцы вас и одолевают. Их принцип разделяй и властвуй. Разделяй и властвуй. Это слова Санкры, но Альмаель видит в них мудрость. Мудрость – это хорошо. Если весть убедит Далатаев защищать копье, Альмаель полу скажет слово за них, и Лихас будет услышана. Спасибо. Спасибо за эту маленькую милость. Альмаель полу сказала. Так что, вы с сестрой никогда раньше не спорили? Вообще никогда? Альмаель – одно сияющее создание воплощение Милеи на Адельфе. Она не ссорится. Диссонанс в голосе Альмаели – это нечто иное. Мы зовем его Санкрой. Путь смутен. А косток? Копье? Первое обновляет, второе защищает. Защита есть спасение. Чисто технически свести мужчин и женщин вместе, чтобы они давали начало новой жизни – это тоже спасение. Но мне кажется, вы обе толкуете это неправильно. Кто ты такой, чтобы нас критиковать? Альмаель правила Адельфы много тысяч циклов до твоего появления. Я никого не хочу обидеть. Женщины правили этим миром тысячи лет, и я не сомневаюсь, что у вас есть свои причины обустраивать вашу жизнь именно таким образом. В вашу политику я не лезу. Я просто парень, который очень хочет домой. Парень? Ты весть. Ты привел Санкру в храм Альмаели, скрыл свои истинные намерения. Отречься от тебя – путь слепого, но покориться тебе – видение одноглазого. Мы можем договориться, что меня не зовут весть. Если Йоды дадут мне билет домой, к дочери, я на все готов, чтобы спасти вас от погибели. Но мне кажется, самый короткий путь к этому – уничтожить базы захватчиков, одну за другой. Нет захватчиков – нет и угрозы твоему народу. Вот и весь смысл вашей вести. Весть уже меняется. Другой глаз не упустит эти невидимые слова. Звучит загадочно. Другой глаз – это кто? Твоя сестра? Альмаель полусказала. И не «нет», и не «да». Ладно. Я так понимаю, открыть кезар для Акастока – это не то, чего бы тебе хотелось. Погибель близка. Альмаель обоими глазами смотрит на вымирание рода таланов. Один не может действовать на основании того, что не видит другой. Поэтому Альмаель полусказала, что Акастоку быть. Ясно. Значит, это план твоей сестры. А что думает вторая половина? В смысле, ты? Альмаель полусказала слово в пользу копья. Альмаель должна защищать кезар от захватчиков. Если силовой щит вокруг острова нужен для защиты, почему его называют копьем? Это священное имя, названное Йодами. Значение его остается святой тайной, непостижимой для таланов. Ха, тайна раскрыта. Я видел копье Лихас, и это оружие, а не щит. В смысле, название говорит само за себя. Ничего удивительного. Как оружие? Как тревожно. Повторяю, лучшая защита — это нападение. С этим, кажется, и Йоды согласны. Так что смущает тебя? Нападение — это защита. Это слова Санкры, которые весть не может вернуть назад. Извини, дорогуша. Напомни, кто ты? Аль-Маэль, защитница жизни и оракул Йодов. Приятно было поболтать с тобой, Аль-Маэль. А теперь мне пора. Да узрят твой путь, Йоды. Лихас, ты меня слышишь? Да, Улкай. Стражницы Долатая помогут тебе. Откуда ты? Я и рта раскрыть не успел. Когда ты говорил с Аль-Маэль, ты не отключил связь. Я все слышала. Я изучила карту и обнаружила несколько мест, где Белый Хелиди хранится в больших количествах. Я могу разобраться с базами. Пошлешь своих прибраться за мной? Это да, но есть проблема. Кто бы сомневался? Выкладывай. Белый Хелиди нельзя пронести через Дауку. В малых дозах еще ничего, но в больших он становится нестабилен. Дауку может взорваться и разнести все вокруг. В Таланзааре так было 15 циклов назад. А есть более безопасные варианты? Мы могли бы воспользоваться рыбацкой лодкой. Что если я направлю все грузы в прибрежную деревню Саппу? Это потребует некоторых усилий, но мы справимся. Думаешь, они это сделают? Если я хочу вернуться домой, надо сделать так, чтобы все включились в борьбу. Но у вас нет ни современного оружия, ни транспорта, ни защиты. Не за что взяться. Таланты находчивы и трудолюбивы. Наверняка в каждом поселении найдется что-то полезное. Нужно лишь понять, что. Поговори с вождями. Это будет несложно, ведь теперь ты свободно владеешь нашим языком. Ты о чем вообще? Улукай. Ты разве не заметил, что мы говорим на огазорке? Правда? Обалдеть. Йода со мной что-то сделали, и кажется, это только начало. Спасибо за координаты, Лехас. За работу. Конец связи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Немет. Как там дети? Я их вылечил, но причину болезни установить не смог, так что, боюсь, придется мне приезжать снова, если с желудком начнутся проблемы. Однако сейчас мне надо вернуться в Эмею. Долг зовет. Раз уж речь зашла про Эмею, у тебя не найдется лишнего Дарамона. Мне нужно целую кучу собрать, и если честно, я не знаю, с чего начать. Если тебе нужны Дарамоны, начать можно и с моей деревни. В Эмеи хватает проблем, как и повсюду на Адельфе, я не сомневаюсь. Помоги нам, и я сам благословлю наш Дарамон. Либо сперва помоги другим деревням, потому что Йоды, свидетели, помощь нужна всей Адельфе. Субтитры создавал DimaTorzok Адельфе, и сомневаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok улукай мне надо поговорить с тобой слава йодом лиха сказала что я могу отыскать тебя тут улукай поверить не могу что ты настоящий мы так долго этого ждали ты вряд ли проделала весь этот путь просто чтобы сказать мне привет ну разве что в вашем мире я типа как один из битлов тогда другое дело конечно битло звучит очень загадочно меня зовут эмирит и хочешь верь хочешь нет но я дала тайка и руковожу группой которая занимается исследованием загадок оставленных древними на адельфе ты наверняка слышала болтарях сущности возможно но память меня иногда подводит допустим я них не слышал что в них такого что в них что в них такого и я не знаю я надеялась ты появишься и просветишь нас улукай ну что сказать извини я отмечу тебе на карте несколько точек думаю там расположены алтари сущности и я очень надеюсь что ты разгадаешь для нас эту тайну йоды попытаются что-то нам сообщить я уверена если тебе попадутся где-нибудь другие алтари ты же мне скажешь они хорошо вождь хазу не сильно рад тому что я здесь так что я отправлюсь в лагерь долотаев рядом с храмом ганды приходи в гости договорились эмирит возможно я этим займусь возможно за крим не предсказывал что ты такой шутник улукай конечно ты этим займешься ты знаешь сколько всего на адельфе алтарей сущности некоторые из них тут у меня записаны но я уверена ты далеко не все их нашел как скажешь до встречи мне по виду ты тут важная фигура уделишь мне минуту откуда бы ты не пришел тебя должны были научить правильно обращаться к вождю я хазу вождь эмей а ты кто такой шутник ладно я хоть вижу что ты не горкнутый на всю голову спасибо йодам и за это эти захватчики которых все так боятся ты с ними дрался зачем я хочу начать с ними переговоры чтобы обеспечить безопасность эмей переговоры ты видел что они вытворяют они отнимут вашу землю и всех обратят в рабство не мара и меня насилием хочешь чтобы мы спровоцировали захватчиков имея мирное поселение мы торгуем фруктами они воюем слушай хазу йода меня сюда не просто так послали я могу помочь если ты позволишь а ходил ли ты по обожженным развалином библиотеке в прокриане там среди пепла лежат останки сотни жертв в эмеи нет мучеников и нет героев нам тут не нужен улукай потому мы и живы ладно ну и как продвигаются переговоры пока что мне не удалось поговорить ни с кем но я приложу все усилия я полагаю у захватчиков есть какие-то незаконченные дела в десане хочу послать им сигнал что мы готовы сотрудничать если это поможет им поскорее уйти там откуда я родом не любят тех кто на войне сотрудничать с врагом какая война да сколько можно толковать о насилии здесь нет воинов уходи оставь меня пей мараговый сок на деревьях я катар слэйт не знаю слышал ли ты обо мне ах да улукай меня тебе предупреждали эмеи не нужны твои россказни я бы предложил тебе сочного марага на дорожку но припасы наши скудны погоди не гони картину чего ты боишься меня избрали вождем перед лицом йодов я ничего не боюсь теперь слушай у нас уже есть один бесполезный болтун в деревне второй не нужен а ком это ты ты еще не видел да ака он у озера иди к нему обменяйтесь своими дурацкими историями про спасение планеты что ты можешь сказать про доака про доака сына казмера у дураков и дети дураки а я презираю дураков что еще сказать что произошло в прокриане там был главный центр знаний и наук всей адельфы пока эти глупцы долота и не развалили все они убедили воссоздателей помочь им нападать на базы захватчиков и драться до конца вот только конец не был победным все воссоздатели обратились я то понимаю что война всегда худшие решения пока я вождь имею мы воевать не будем что ты можешь рассказать про казмира он сбрендил на почве пророчеств вроде тех побасенок что рассказывали долота и он меня как-то потащил глазеть на какой-то глупый камень с рунами самых небось вырезал лишь бы привлечь к себе внимание жаль что сын в него пошел чем-то занимаешься не покладая рук я берегу имею от бед и несчастье и люди на меня надеются я их вождь напомни кто ты такой я хаза о глупец вождь имея на сегодня все покедом я тревожусь за тебя улукай ты где я все еще в имея ты знаешь местного смутьяна по имени да сын казмира да хороший талант потерянный слегка не уверены в своей сущности но так все их поколение этим страдает а что не так с их поколением дай угадаю опять видеоигры во всем виноваты нет уже дюжину циклов не было церемонии преображения молодых слишком опасно приводить к холодцу сущностей так что у этих юных таланов сущности нет сущность есть у всех они просто не уверены какая у кого затем нужна церемония чтобы знать наверняка я тоже был когда-то подростком не самый легкий возраст они приходят в себя рано или поздно конец связи привет шамас немед что это за ее дыма я сперва и не понял но как ты сумел так быстро выучить ага зорк погоди я вроде слышу шамаза арский акцент правда по моему йоды со мной что-то сделали когда я передал их весть альмаэль ясно слава им будь осторожен у лукай захватчики заметили что дооки заработали вновь ну и где тут этот ваш дарамон мне он нужен как можно скорее драмона имей пока еще не существует вождь деревне создает дарамон в знак благодарности поговори с другими таланами они расскажут чем ты можешь им помочь если ты станешь другом имея ты получишь ее дарамон но с хазу будет непросто удачи да уж книжку как заводить друзей на других планетах и я наверное дома забыл что ж попытаю удачи и тут и в других местах мне пора идти до хранят тебе йоды привет мы можем поговорить приветствую чужак меня зовут мор ты пришел записаться записаться это куда хотя знаешь что не стоит я по твоим рукам вижу ты не сможешь здесь работать ты улукай да не уж то йоды не могли наградить тебе руками получше а что с ними не так думаешь пальцев многовато твои руки созданы чтобы плести туники и печь рисовые пироги для церемонии преображения вот и ступай а мы верхушечники настоящей работой занимаемся где мне искать дака обычно он оттирается в магазинах торговцы норовят всучить ему бесполезные вещи на роде водолазного снаряжения и другой подобный хлам или можешь поискать его возле отцовской хижины у озера к северо-запад отсюда видимо он исследует озера как раньше делал его отец не плавает это точно он сумел бы обратиться даже в ведре воды не знаю чем он там занимается каким-то тайным проектом а должен быть здесь собирать мараги вместе со всеми хотел бы я знать для какой работы нужны такие толстые в смысле сильные пальцы как у тебя ты видим раньше не бывал вами на этих деревьях мы вращиваем вкуснейшие мараги на адельфе меня зовут мор я первый десятник союза сборщиков что правда первый десятник да ты большая шишка мы не просто фермеры лучшие мараги растут близко к солнцу на вершинах высочайших деревьев лазать за ними очень опасно только юные бодрые таланы способны туда забраться в мои ранние луны я танцевал на ветвях без тени страха но теперь от высоты у меня кружится голова так что я взял на себя новые обязанности расскажи мне еще про казмира ты знаешь достаточно я не стану больше тратить слов на это ничтоже вы с хазо друзья в политике друзей не бывает хазо глава имея верит что с нашим врагом можно договориться имея повезло что пришельцев не интересует мараги я так понимаю мор что ты в оппозиции хочешь сам стать вождем деревне любой наземный житель имея имеет право бросить вызов вождю перед лицом йодов я так делал дважды но безуспешно говорят йода троицу любят как бы низко я не опускался граждане имею все равно видят во мне недостойного верхушечника мне нужно все время повышать сборы чтобы доказать им свою ценность чем ты тут занимаешься руковожу сбором урожая а в свободное время подыскиваю новых работников извини не напомнишь кто ты такой я мор старший сборщик имея ладно мне пора доступай чтобы не было ни одной дороги поиска на рамках и не пробиваю Привет. О, шутник пожаловал. Опять шутки шутишь? Плоды марага. Они вкусные? Мои граждане только их и едят. Морак питает, освежает и очищает сущность. Таланы со всей Адельфы прежде приходили сюда и щедро платили заркинами за то, чтобы отведать его. А шлюньки потекли. И где их можно раздобыть? Можешь набрать плодов, если заберешься на верхушку дерева. Но смотри, чтобы тебя не приметил первый десятник мор. Он к ворам куда менее снисходителен. А почему мор такой злой? Мор – верхушечник. Прежде он был сборщиком плодов, а теперь мечтает стать вождем. Но сборщики – ребята простые. Чтобы править, нужно забраться пониже. Забраться пониже? Ты хочешь сказать повыше? Я хочу сказать – нужно воспитание и достоинство. Только наземники достойной власти. Лазать по верхушкам – дело неотесанных мужланов, грубиянов. Эти личности никогда не научатся благородству. Особенно мор. На сегодня все. Покедова. 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 Доброго результата. Лазать поuatedмBar. Покедова. С felic! Покедова. Какое-то у вас перевернутое общественное устройство. Зачем торчать внизу, когда тут такой вид открывается? Вид доходы не приносит у Лукай. Доход приносят мараги. Если я не найду сборщиков, жителям Эмеи придется есть один рис. И этот кретин Хаза обвинит во всем меня. Он прогонит меня обратно наверх. Я буду вынужден лицезреть закат из деревянной террасы. Вместо того, чтобы счищать землю со ступней. Кошмар. Да, звучит ужасно. Жаль, я ничем не могу помочь. Ты можешь помочь мне иначе. Ты встречал Дака? Простодушный парень верит в сказочку про Лукая. Но карабкаться умеет мастерски. Эй, я обожаю сказки. По крайней мере, некоторые. Дак был моим лучшим работником. Не зная своей сущности, он мог забраться выше любого. Я возлагал на него большие надежды. И что случилось? Случился Казмир. Так звали его отца. Бездельник, мнивший себя искателем сокровищ. Но ничего он не нашел, потому и остался сидеть на ветвях. Он обратился в озере, высматривая там йод знает что. А теперь его безумие перекинулось на Дака. Он покинул Кроны, чтобы стать всеобщим посмешищем. Зато он в меня верит. Я хотел сказать, он верит в Улукая. Мне нравится этот парень. Дак теперь тратит свои с таким трудом заработанные заркины на тайный проект прямиком из детских баек. И отказывается возвращаться к работе. Но я думаю, Улукай смог бы убедить его принять свою сущность и выполнить предначертанное ему. Выходит, на верхушках у вас живет быдло? И нужно из кожи вон вылезти, чтобы добраться донизу и попасть в сливки общества? Обалдеть. У меня на родине все наоборот. Стремятся выбраться наверх. Только малоимущие таланы живут среди Крон. Молодежь мечтает спуститься вниз по социальной лестнице. Как это сделал я? Ладно, мне пора. Да, ступай. О, ювана. Поможешь мне? Наверняка. Да, я лучший гандалепот в округе. Я не был ждем. Я не буду ждем. Сперва надо расчистить. Мы еще не знакомы. Я Катар Слейд. А ты? Ты меня не знаешь? Я Азотил. Самый изысканный ткач во всей Эмеи. И самый скромный. Шикарная рубашка. Где ты ее купил? Спасибо. Мне ее на заказ шили. Если захочешь ее продать, дай мне знать. Как ты относишься к Мору? О, Мор! У нас очень сочные рабочие отношения. Он приберегает для меня самые яркие Мораги. Красители из Морагов — это тайна моих творений. Только никому не говори. А я делаю, что могу. Агитирую за него, как за следующего... Когда последний раз ты общался с Дааком? Даак — странный клиент. И запросы у него странные. Я три иглы сломал, пока пытался сшить ему водонепроницаемый костюм. Но... он платит. Азаркины странными не бывают. Верно? Странник. Ты согласен с решениями, Хазо? Ты про выбор одежды? О, да! Хазо — один из моих лучших клиентов. Эмея нужен одетый с иголочки, вождь. Верно? Напомни мне, кто ты такой? Ты что, а? Я Затил. Всего-то самый потрясающий ткач во всей Эмеи. Приятно было поболтать, Затил. Бодрячком, Катерслейд. Бодрячком, Катерслейд. Бодрячком, Катерслейд. Катерсл infiltрирует. Бодрячком, Катерслейд. Бодрячком, Катерслейд. Привет! Привет. А что тут происходит? Йод ты мой! Просто не верится! Йоды послали тебя к Дааку! Если бы я знал, ваши йоды не то, чтобы внятно со мной объяснились. Кто такой Даак? Я Даак! Можешь больше не искать! Ты на месте! Батя твой где-то поблизости? Вроде того. На дне озера. Обратился там, но и вытащить его некому. Я пытался его спасти, но я не умею плавать, поэтому сам чуть не обратился. Я так боюсь воды. Сочувствую. Тебе бы плавать научиться, сам же говорил. Повторение мать учения. Зачем ты построил дом у озера, если не умеешь плавать? Йоды смеются надо мной, потому что я не прошел обряд преображения. Они вновь и вновь испытывают меня водой. Но моя сущность не Элуи. Я ненавижу воду. И отец ненавидел. Но я своего добьюсь. Я совершу предначертанное мне. И что тебе предначертано? Древние оставили надпись на камне неподалеку. И миллионы лун спустя его нашел мой отец. Предсказание на камне гласило, что его единственный сын найдет в этом озере артефакт. Артефакт, который спасет Эмею. Он хотел достать его для меня, но... И теперь вода пугает меня еще больше. Я могу взглянуть на камень, про который ты говоришь? Мой отец показывал его всем и каждому. Даже заставил меня запомнить эти знаки на всякий случай. Нам никто не поверил. Кто теперь полагается на пророчества? Раз уж зашла речь о пророчествах, ты про Лукая слышал? Йоды мои! Конечно! Отец рассказал мне все про спасителя Адельфы. Это ты? Так думает Лихас, по крайней мере. Я почти ничего не помню о своем прошлом. Мы встретились по воле Йодов. Я покажу тебе этот камень у Лукай. Вместе мы спасем Эмею, а после ты спасешь Адельфу. Ну, раз такое дело, против твоего энтузиазма не попрешь. На месте? А что ты тут делаешь? Уж кому, как не посланцу Йодов, это знать. Следую по стопам отца, конечно же. Я хотел продолжить дело Казмира, поэтому бросил работу на деревьях и потратил все заркины на водолазный костюм, который не работает. Ты присоединишься ко мне? Сложный вопрос. А ответ нет. Ты готов принять? Звучит как да. Идем. У нас много работы. Как говорил отец, повторение мать учения. Что за реликвия ты ищешь? Мне самому не совсем понятно. Но Казмир сказал, это защитит нашу деревню от пришельцев. Если письмена не врут. Значит, это оружие? Ты улукай, тебе виднее. Хотя не важно. Я верю в замысел Йодов. Но нам следует поторопиться. Имея в опасности и на Хазо, нашего лидера, надежды нет. Кто-то отменил обряд преображения? Захватчики. Они отключили даоки. Порталы, соединяющие деревни на Адельфе. Теперь путь к колодцу сущностей слишком долог и опасен. Геракс, распорядитель церемоний в Палане, больше не может проводить священный обряд преображения. Даже церемонии обращения не проводят. Где находится колодец сущностей? Раньше юные таланы добирались к колодцу сущностей через даоки. Это в Шамазааре. Далеко-далеко отсюда. Пешком не дойдешь. У колодца Геракс проводил обряд преображения. Но из-за пришельцев это стало невозможно. Целое поколение таланов покинуло Кизаар, так и не уверившись в своей сущности. Это поколенческий экзистенциальный кризис. В смысле, дело дрянь, да? Да! Жизнь талана определяется его сущностью. А теперь у целого поколения таланов вроде меня появился выбор. Это ужасно. А что случилось с Прокрианой? Беда. Думай о хорошем, Дак. О хорошем. Расскажи мне еще про Хазо. Хазо правит имей столько, сколько я себя помню. После того, что стало с Прокрианой, он не хочет, чтобы мы сопротивлялись. Боится, что нас обратят. Но бездействие нас не убережет. Покажи мне камень с надписями. Иди за мной. Мы пришли. Постой! В чем дело? Ты иди. Боюсь, я не достоин встречи с Хазадесом отца. Что это? Не трогай! Это древняя магия! Что за... Мел? Улукай. Все в порядке? Эээ, Дак. Иди-ка взгляни на это. Йоды Всевышний! Ты коснулся! Что ты наделал? Казмир мне строго-настрого... Ох... Если только древние не увлекались детскими каляками. Боюсь, отец над тобой просто подшутил. Как это? Я не понимаю. Когда ты был здесь в последний раз? Я был молод и наивен. Нет никакого артефакта. Ничего нет. Я угробил жизнь ради ложного пророчества. Иногда воспоминания нас подводят. Мы видим то, что хотим видеть. Он врал мне! Кормил меня сказками! Какой же я дурак! Пойду готовиться к обращению. Чего тянуть? Может, Казмир кое-что приукрасил, чтобы история звучала поинтереснее? Детям быстро становится скучно. В озерах ничего нет. Притворяться, будто это не так и себя позорить, и память отца. Погоди-ка. Не все на этой скрижале нарисовал твой отец. Это древние символы, видишь? Ты хочешь меня утешить, но Хаза прав. Пора повзрослеть. Сам погляди. Видишь очертания? По-моему, я знаю, что это. И место отмечено крестиком. Йо, ты мой! Ты прав, Лукай! Это карта озер. И в этом должно быть что-то есть. Мы близки к цели. Я ее чую, партнер! Мы партнеры! Партнеры? Не гони лошадей, Даг. Я был рад помочь, но у меня есть свои дела. Я так взволнован! Ты должен нырнуть в озеро, у Лукай! Ты должен спасти Емею! Ты хоть слышал, что я только что... Встретимся на берегу! Об этом дне еще будут слагать песни! Вперед! Ему та же хадика! Кто? 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 Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Расступитесь! Дайте дорогу, друзья! Я готов стрелять! Эй, Робин Гуд! Ты лук-то свой опусти! Я тебе не подчиняюсь! И то, правда. Эй, вы все! Утихомирьтесь! Эта дрянь пахнет просто омерзительно! Зачем ты ее притащил, чужак? Так, приказываю, верни ее туда же, где взял. Немедля. Хазо, послушай! Так! Я... Мы нашли святыню, которую искал Газмир! Ну, конечно! Без тебя не обошлось, дремучий ты простак! Она спасет нашу деревню от пришельцев! Как и пророкили древние! Вздор! Ты хочешь, чтобы нас всех обратили? Что? Нет! Здесь не на что смотреть! Расходитесь, пока пришельцы не заметили наше сборище! В поселении только и разговоров, что о тебе, Даг, и о твоем волшебном сокровище. Не нравится мне это. Мне не доверяют. Надеюсь, артефакту ничего не угрожает. В Имеи живет полно народу. Как ты думаешь, может, кто-нибудь знает, что это за хреновина? Никто не знает. Слишком... Постой! Немет! Он самый старый талант в городе. Он прочел много свитков и самых древних тоже. Может, он догадается? Поговоришь с ним, я останусь здесь охранять артефакт. Слишком многие им интересуются. Особенно Азан. Ты часто видишься с неметом? Да. Я часто получаю травмы. Хотя с дерева ни разу не падал. В отличие от других таланов. Но мои поиски сопряж... Крепкая штуковина. Я ее аж сюда дотолкал, а на ней ни царапинки. Я слышу, внутри... Будто что-то отвалилось. Сломалось. Ничего не слышу. Кончай психовать, Дак. Все в порядке. Наверное, ты прав, Лукай. Заглядывай ко мне, когда захочешь. Привет, Шамас Немет. Ты вернулся? Тебя радует то, как у вас все устроено? Ах... Радость, печаль, то-сё. Эмоции, понимаешь? Эмоции мешают потоку сущности. Прогони радость. Прогони печаль. Что останется? Равновесие. Слушай, у людей то, что ты сейчас сделал, называется ходить вокруг да около. Ах... Прости меня, чужеземец, но я скажу прямо. Всякий сборщик, который взбирается на дерево, хочет взобраться на дерево. Иногда сборщики падают, и это ужасно. Случаются несчастья, что печалит таланов. Но не меня. Что за плоды вы тут собираете? На этот вопрос Мор ответит куда интереснее, чем я. Он великий знаток Морага. Где мне искать Мора? Загляни в его дом на земле. Но он ходит по всей мее, чтобы набрать новых сборщиков урожая. Хотя и без особого успеха. Напомни мне, чем занимаются шамазы? Я исцеляю раны плоти. В последнее время я лечу сборщиков, которые падают с деревьев. Ты знал Казмера? Его мне приходилось лечить чаще всех прочих таланов, имей. С ним вечно что-то случается. Он такой отчаянный. Шамазу с такими всегда работа найдется. Что ты думаешь о реликвии, которую мы нашли с Даком? Я стараюсь не слишком задумываться об этом. Лучше верить своему чутью. И чутье подсказывает, что со временем эта штука будет сильно вонять. Это нехорошо. Мне нравится, как пахнет в имей. Всем нравится. Извини за нескромный вопрос. А насколько... Старше неспелой Хотти и младше древа Фе. Любишь ты расплывчатые ответы. Я умею держать в узде свои эмоции. Когда снова задашь такой вопрос мужчине-талану, жди гнева и... Без обид, Немет. Я этот вопрос задал только из-за штуковины, которую мы с Одноозера достали. На вид она довольно старая. Древняя даже. Я думал, может тебе какой-то свиток попадался или еще что. Хм... Я не помню ничего подобного. А я в свое время свитков прочел предостаточно и классических, и популярных. Похоже, ваша находка относится к до-талантской эпохи. Где найти свитки, в которых есть что-то полезное? Может, Даг мне бы их почитал? Даг не разберется. Большинство верхушечников вовсе не умеют читать, кроме разве что Мора. Он в вечернюю школу ходил. Лучше тебе обратиться к кому-то из книжников в Данойской библиотеке. Ага. Боюсь, я где-то потерял свой читательский билет. Можно твой одолжить? А-а-а. Шутка. Это было смешно, да? Прости, что не сменюсь. Юмор несовместим с чистотой сущности. Где находится Данойская библиотека? Хороший вопрос. А существует ли она еще? Или Данойская библиотека безвозвратно погибла во время бомбардировки Прокрианы? Или осталась лишь тень ее? Иди и узнай это сам. Неужели все ученые обратились? Кто-то должен был... Говорят, помощник главного библиотекаря сбежал обращение в тот день, когда захватчики обрушили свой гнев на Прокриану. Если он жив, он должен быть очень-очень стар. Тогда надо поскорее его найти. Он... Его звали Курек. Уши его сдавали, когда я в дни юности брал у него свитки. Сомневаюсь, что бомбы пощадили его слух. Разве что он сумеет понять, что у вас за артефакт. Всю жизнь он изучал древние свитки, ныне, увы, навеки утраченные. Курек, говоришь? Попытаюсь его отыскать. Спасибо, Немет. Я пожелал бы тебе удачи, чужеземец. Но ты сам творишь свою удачу, не забывай об этом. Лехас, ты не слышала про некоего Курека? Улукай, я как раз пытаюсь с тобой связаться. Тут обнаружилось кое-что странное, и поскольку ты все равно собираешься в Прокриану, я активирую даоку, чтобы поговорить лично. Да, отлично. Ныряю в первую даоку. До встречи. В поселении только и разговоров, что о тебе, даак, и о твоем волшебном сокровище. Не нравится мне это. Мне не доверяют. Надеюсь, артефакту ничего не угрожает. Мне нужно смотаться в Прокриану. Есть там один умник по имени Курек. Он может нам сказать, что это за штука. Я буду ждать здесь, как бы ни старался Хазу. Он боится, что захватчики увидят артефакт с неба и откроют по нему огонь. Ответ совсем рядом, Лукай. Ты это чувствуешь? Не уверен, что мне нравится это чувство, но деваться некуда. Ты готов вернуться к сбору урожая? И близко нет. Мы все еще не знаем, что нашли и как использовать его против захватчиков. До скорого, Дак. Пускай. Что такое? Зачем ты сюда притащил бомбу? Расслабься. Никакая это не бомба. Что такого особенного в этом месте? Не чуешь запаха? Прекрасный аромат Эмеи. Он славится по всей Адельфи. Наш благоуханный край. Еще мы славны сладкими плодами мрага и еще более сладкой дипломатией. Как бы ни горьки были обстоятельства. Я тут поболтал с Даком. Я вождь, так что тебе пригодится мой совет. Я бы не принимал слов Дака всерьез. Он был отличным сборщиком. А теперь... Ну, сам понимаешь. Немет хороший шамас? О, да. Хотя иногда он слишком мягкосердечен. Столько времени и сил тратит на лечение Мора и его босиков подручных. Да не бойся. Вряд ли это бомба. Бомб я в своей жизни навидался. Это что-то совсем другое. Думал, может, ты знаешь, что именно. Да мне плевать, что это такое. Оно мне тут не нужно. Взорвется еще или привлечет захватчиков. И не дай йода имею, постигнет судьба прокрианы. Как приятно, что ты так быстро уходишь.